Уходит под воду, не кинаминает, но тень. Творчество Владимира Высоцкого, житель Владивостока Сергей Гнатенко, любит с детства. В фестивале «Парус», посвященному кумиру, участвует второй год подряд. В прошлый раз победил в одной из номинаций, но и в этом не стал упускать возможность спеть песню Высоцкого. На суд жюри представил композицию «Спасите наши души». Я очень люблю творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Я слушаю его песни с детства, вырос на них. Во многом благодаря его творчеству я сам стал писать стихи и песни. Поэтому для меня участие в таком конкурсе очень важно, интересно и вдохновляет. Помимо Сергея еще 13 участников. Дети и взрослые танцуют, поют песни, читают стихи и монологи из спектаклей и фильмов. Главное правило, чтобы все выступления были связаны с творчеством Владимира Семеновича Высоцкого. Земля и вода стонаны, правда лес, как всегда, кролы. Я хочу сказать, уровень растет. И слава богу, что люди не просто пытаются перепеть или скопировать Высоцкого, его исполнение. Они поют так, как они понимают. Доносят текст, доносят мотив, музыку. Фестиваль «Парус» пройдет в несколько этапов. Два отборочных тура, один подготовительный и гала-концерт, где и будет назван победитель. По предварительным оценкам жюри, все 13 участников первого отборочного тура пройдут дальше. В течение двух недель режиссер мероприятия будет готовиться, так называемый, проводить подготовительный этап, в котором будут проводиться репетиции. Педагоги будут заниматься участниками фестиваля, будут носиться какие-то поправки, может быть, какие-то аранжировки будут, песен разрабатываться. Призовой фонд конкурса в этом году 40 тысяч рублей. Половина из этих денег достанется обладателю гран-при. Остальные будут распределены между призерами. Гала-концерт пройдет 28 июля в амфитеатре на спортивной набережной. ПЕСНЯ Фестиваль имени Владимира Высоцкого под названием «Парус» проходит второй год подряд по инициативе Игоря Пушкарева, мэр Владивостока, поклонник известного поэта. В 2013 году на свои средства он открыл памятник Владимиру Семеновичу в театральном сквере. Сегодня возле монумента устраивают творческие встречи, праздничные концерты и прочие мероприятия. Ирина Мокрецова, Андрей Пичугин. Новости на Восьмом.